Как мне выпало? Я вам всё лишь расскажу то, как я начал свою карьеру в FIFA Mobile, как у меня это всё произошло, что меня сподвигло к этому всему, и как всё-таки у меня получилось достичь 150 тысяч подписчиков у себя на канале. Думаю, то, что стоит начать с маленькой истории, как вообще начал играть в FIFA Mobile. То, что было где-то так 2-3 ночи, и я не мог никак уснуть. У меня на тот момент был планшет, и особо делать нечего было. Не мог уснуть никак, надоело Subway Surfer играть в эту игру, там диванчик прыгает по поездам и также собирает монетки. Игра, конечно, крутая была, но уже немного надоело. Ну и думаю, что-то надо интересно скачать. Нашёл себе FIFA 14 Mobile, хотя я особо не любил играть в футбол. Я даже особо не играл, мне не нравилось играть в футбол, мне больше нравилось там побоксировать, в кайф время провести. Ну и что-то мне стукнуло в голову, и решил сыграть всё-таки в FIFA Mobile. Скачал FIFA 14 Mobile, зашёл в неё, и заметил ту музыку, которая у меня заряжала позитивной энергией. Я провёл где-то до 6-ти, либо до 7-ти часов утра время в этой игре. Вы можете себе представить? Мне надо было собираться в университет. Я хотя не особо понял, какая у меня смена была, первая, либо вторая на тот момент, но знаю одно то, что меня это играло увлекло. Там была крутая музыка. Я там играл в онлайн-матчи. Конечно, да, подвисало, но блин, когда ты играешь против соперника, и ты понимаешь, что это настоящий человек, вот это был огонь. Вот это был тот драйв, который я искал давным-давно. Хоть я особо не разбирался в карточках футболистов, но я для себя увидел цель. Я заметил то, что нужно сделать состав из линков, и вообще собрать топовых игроков, которых можно было получить на тот момент на аукционе. Просто-напросто сидеть на аукционе и мониторить этих игроков. Друзья, я мог ставить Диего Коста с ратем 88, если не ошибаюсь, за 5000 монет. Это был крутейший игрок, который себя проявлял на все 100. Диего Коста тогда имел охренительную карточку. Вспоминайте моменты, как красиво эти карточки выглядели. Были синего цвета, тоцы, либо тоти. Я точно не помню, когда я начал играть. Вроде бы зимой, но врать вам не буду. Не буду говорить, когда именно точно. Но это чисто мое предположение, когда я именно начал играть. Потому что, ну, фиг запомнишь ту дату, которая меня выдвинула к всему дальнейшему действию. Я начал проходить постоянно различные матчи для того, чтобы повысить свой навык игры. И я кайфовал. Каждая игра хоть не против ботов, даже когда была. Вот реально, это была мощная игра. Там, где ты потеешь, там, где ты понимаешь, что сейчас либо заново начинаешь турнир. Либо борешься до конца и одерживаешь победу. Вот это была та игра, в которую я приходил и за дня в день играл. Но мое счастье особо долго не протянуло. И вышло обновление. FIFA 15 Mobile. Блин, ну там дизайн был божественный. Конечно, музыка мне не так нравилась. Но дизайн был вау. Этот дизайн был самый лучший за все время, что EA Sports придумала. Это лично мое мнение. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, с какой FIFA Mobile ваш путь начался. У меня лично с 14 версия. 15 FIFA Mobile. Я начал уже немного активнее заниматься вот этим всем действием. Изучил уже некоторые имена футболистов, а также фамилии. И начал больше интересоваться футболом. Пострел то, как играли до этого различные футболисты, как играли команды. И меня это немного сподвинуло двигаться дальше. Я нашел много различных групп вконтакте. Например, Valerone HD. Я думаю, что некоторые из вас его даже вспомнят. Была группа ТОВ, единая группа вроде бы также была на плаву. Но не помню. Не буду врать. Но, кстати, сейчас в единой группе я провожу довольно-таки немало времени. И Антон Калужный молодец в том, что поддерживает свою группу. На тот момент мне нужно было хоть как-то зарабатывать деньги, так как учеба у меня идет. И я понимаю, что мне нужно двигаться дальше. Мне нужно учиться и зарабатывать. Я начал заниматься фотошопом. По FIFA Mobile. Делал превьюшки. Делал различные аватарки различным группам. Получал за это деньги. И тут двое продавцов монет решили со мной вместе создать группу. Lords of Empire. И у нас это все закрутилось. Появилось так, что мы создали одну из самых масштабных групп по FIFA Mobile. У нас был один из самых бешеных активов в группе FIFA Mobile. Там пипец, каждые 10 секунд писали 5, 7, 10, 15 сообщений. Вы себе такое можете представить? У нас пипец, такие обороты были. Где-то по 2-3-4 тысячи подписчиков именно за один день. Когда блокировали нашу группу. А нашу группу блокировали раз так 30. Потому что мы постоянно устраивали конкурсы. Мы отдавали все призы. Но администрация ВКонтакте нас особо не любит. И удаляли все наши группы, которые мы создавали и которые мы продвигали дальше. Друзья, я кстати сейчас создал группу ВКонтакте FIFA Family. Поддержите пожалуйста эту группу. Подпишитесь на эту группу. Если кому-то из вас не падало, подписывайтесь на эту группу. Я оставлю ссылочку в описании. И как только там наберется 2000 подписчиков. Я сразу же сделаю в этой группе конкурс на 3, либо 5 миллионов монет. Так что друзья, поспешите. Ну а пока перейдем к самому главному. Что я для вас готовил. Это мне все-таки пришло. Кнопка от Ютуба. Честно, она шла мне где-то неделю. Не буду вам врать. Я больше времени ждал, чтобы мне пришел код. С помощью которого я сумел получить эту кнопку. Как вообще я получил код? Я написал в поддержке Ютуба. И мне сразу же выслали код. Хотя я ждал этот код где-то 3 месяца, если не ошибаюсь. Это просто пипец. Это кстати кнопка нового формата. Я ее уже приоткрыл. Потому что он понимает, что это время займет, если я буду сейчас по полчаса там сидеть и пытаться ее хоть как-то раскрыть. Так, мы ее открываем. Здесь кстати листочек. Кстати, твердая бумага. Здесь меня Ютуб поздравляет. То, что нас уже вместе с вами 100 тысяч подписчиков. Хотя нас уже 150. Парни, вам большое спасибо за то, что вы со мной. Еще одна такая маленькая визиточка. Поздравления. Спасибо. Спасибо большое, Рик, за то, что ты меня поздравляешь. Ну что, вот это вот самое главное. Кнопка Ютуба. Нового формата. Таких кнопок практически ни у кого сейчас нету. Если я не ошибаюсь, конечно. Но я могу ошибаться, ведь все мы люди. Мы все ошибаемся. Выглядит круто. Но есть один маленький недостаток, который мне больше всего не понравился. Кнопка серебряного цвета. Но вот именно шрифт, то, что там написано, Влад Капуста и так далее, там практически не видно. Это пипец какой-то. И весь эта рамка довольно таки немало. Думаю где-то рам 500, 700, а может быть даже больше. Но выполнено очень качественно. Сразу чувствую, что это вещь, настоящая вещь. И, друзья, я каждому из вас благодарен за то, что вы со мной. За то, что вы подписаны на мой канал. Хоть, конечно, сейчас небольшой актив. Приблизительно 20, 30, 40, 50 тысяч просмотров. Но еще сделаешь по-другому никак. Ведь сейчас летом многие из вас разъехались, отдыхайте. Может быть вообще подзабили на мой канал. Либо надоело вам FIFA Mobile от души. Спасибо вам большое, друзья. Реально, это вещь настоящая. Я это навсегда буду помнить. Ну и надеюсь, что мы вместе с вами сумеем покорить отметку в 1 миллион подписчиков. Но думаю, что FIFA Mobile это не та тематика, где я сумею набить вот это вот количество. Но все же, если мы вместе с вами будем стараться, то возможно, что у нас это и получится. Возвращаясь обратно к своему рассказу. Вышел 15 FIFA. И в эту 15 FIFA я начал круто активить. У меня там появился... Я начал заниматься продажей монет. Монеты вроде бы шли неплохо. Но был один нюанс. То, что на это нужно было проводить все свое оставшееся время. Вот реально у меня не было ни одной минуты свободы. Но все-таки заработок был. И как для студента это было неплохо. Где-то 30% от заработка я забирал только себе. Остальные 70% всегда шли на конкурсы в группе. Для того, чтобы ее развивать. Чтобы поднимать там актив. Ну и стараться сделать так, чтобы мои подписчики были довольны. Так как я всегда любил радовать своих подписчиков. Ну и любил для вас сделать конкурсы. Не знаю, конечно, почему у меня такой характер. Может быть я добрый. Может быть не особо добрый. Но я думаю, что я не особо добрый. Я... Какие вы все. Я люблю мыть указы. Я люблю высказывать то, что я думаю. Но с вами я веду себя более-менее адекватно. Потому что я уважаю тех людей, которые смотрят мой канал. Хейтеры, которые у меня попадаются на канале. Бля, я их готов послать нахуй. Мне похуй на них. Потому что это уебки, которые пишут всякий бред. Не зная меня. Не зная того, как я общаюсь. Не зная вообще ничего обо мне. То, что я там прыгал, радуюсь как дурачок. Ну, бля, что сделаешь? Я это делаю для того, чтобы хоть как-то привлечь ваше внимание. После того, как вышла 16 FIFA Mobile. У меня мой телефон ее не тянул просто-напросто. У меня был Xiaomi Redmi Note 3. Эту игру только тянули iOS устройство. Если я не ошибаюсь. Ну, или топовые флагманы Android устройств. У меня на тот момент вроде бы особой возможности не было купить новый телефон. Так у меня были другие нужды. Я хотел купить то-то, то-то, то-то. И так складывалось то, что я не покупал мобильный телефон. Так что FIFA 16 могу сказать то, что я даже не застал. Но зато была крутая тема. То, что 15 версию EA Sports оставили и 16 версию оставили. Кто хотел играл в 15 версию FIFA Mobile. А кто хотел играл в 16. Это был зачет. Вот EA Sports реально. Они сделали для нас выбор. Они дали нам возможность решать, где мы будем играть. Там, где у нас позволяет мобильное устройство. Либо в другую версию игры. Но если, друзья, под этим видеороликом наберется 2500 лайков. То в следующем видосе я расскажу все подробно. И я выпущу вторую часть данного рассказа. И покажу вам, как у меня это все получилось. То, и как мне помог продвижение моего канала. Чтобы я достиг этого количества подписчиков. Так что, ребята, подписывайтесь на мой канал. Ставьте здесь лайки. Ну а с вами был, как всегда, ваш Ваткапуста. И всем до скорых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok